Всем привет! Продолжаем гулять по Италии, Рим, церковь Санта-Мария де ла Витурия. Небольшая церковь в восточной части Рима строилась орденом босоногих кармелитов с 1605 года как церковь святого Павла. После битвы на Белой горе пересвящена в честь Девы Марии и побед католиков над врагами веры. В 1624 году финансирование строительства принял на себя Шапионе Боргези в обмен на античную статую Гермафродита найден он при Роскопе. Через два года строительство было завершено, но украшение интерьеров продолжалось до конца 17 века. Был пожар в 1833 году. Конечно, потребовалась реставрация. Надо отметить, что здесь похоронен итальянский кардинал Пьетро Видони 1610-1681 год. Церковь Санта-Мария де ла Витурия является титулярной церкви. Церковью заведует кардинал-священник, который входит в коллегию кардиналов, являющийся почетным членом римского духовенства. Санта-Мария де ла Витурия находится на попечении кардинала архиепископа города Бостон-Шона Патрика Амелли, получившего титул этой церкви и сан-кардинала в 2006 году. Проект обители в стиле барокко разработал художник-архитектор Карло Модерно. Здание строили более 10 лет. И в 1620 году заново осветили именем Девы Марии. Об этом я уже говорил. В общем, храм небольшой, снаружи достаточно скромный. Во внутреннем убранстве церкви использованы различные средства создания образа интерьера. Это колонны, лепные украшения, яркая мозаика с сюжетами из жизни святых, стенная роспись, позолоченные элементы интерьера, скульптурное изображение. В росписи присутствует несколько изображений Мадонны Победоносной, которой посвящен храм. Среди скульптур, конечно, привлекает работа «Мечта Иосифа», работа Доминика Гвиди, «Над гробе над могилой кардинала Петра Видони». Он еще сделал. Ну, конечно же, главная достопримечательность, если можно так сказать, после книги Дэна Брауна, это скульптурная группа, которая называется «Экстаз святой Терезы», работа Джованни Лоренцо Бернини. Тему предложил Бернини кардинал Карнара. А святая Тереза Авильская – это монахиня Кармелитка, которая прожила в 16 веке в испанском городе Авила, была возведена в ранг святых благодаря подвижнической жизни, отказу от мирских благ, – стояла в основании ордена басых кармелитов в 1593 году. По преданию, Бернини создавал свой шедевр «Экстаз святой Терезы» на основании сюжета и жизни святой Терезы. Святую во время сна посетил ангел во обличии обычного человека и поразил ее стрелой из чистого золота, имевший наконечник из огня, и Терезы, обладавшая литературным даром, рассказала об этом видении в одном из писем, вспоминая о состоянии сладкой муки от удара ангела прямо в сердце. Вот такая история. Скульптура создавалась с 1647 по 1652 года. Действительно, достаточно интересная, мне понравилась. Лицо, конечно, выполнено потрясающее. Просто стоишь, смотришь и обалдеваешь, как можно сделать такое из мрамора. Известно, что в скульптуре Джованни Лоренцо Бернини отразились его личные переживания. Он был влюблен в Констанцию Буонарелли, это жена его помощника. Он называл ее ангелом, а свою любовь к ней ощущал, как священный экстаз. Ну и, конечно, в образе Святой Терезы мастер отразил и черты возлюбленной, и свою страстную любовь к ней, по его представлению, имеющую божественное начало. Вот такая история. Ну вот, немножко я вам рассказал о церкви Санта Мария Дела Виттория, которая находится в Риме. Ну вот, собственно говоря, и все, все то, что я нашел в Википедии, на других ресурсах и на сайте этой церкви. Все, всем пока, всем привет, до свидания, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok